Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, встречаю вас в четвертом уроке проекта Joomla Sensei, а в этом уроке мы научимся с вами создавать статьи. И не забываем включить Denver Server со значка рабочего стола, если вы вдруг выключали компьютер или выключали сервер, иначе вы не увидите ваш сайт. Дальше, если вы забыли путь, у вас сбросились настройки, например, выход сделаю. Вот такая вот страница, вы входите в админ панель и переходите в материалы, менеджер материалов. Ну и уже, в принципе, картинка знакомая для вас. Сейчас, после того, как мы создали категории, аналогичным образом мы кликаем на зеленую кнопочку «Создать материал». И давайте сразу я наполню тестовым материалом. Внешний вид очень напоминает режим создания статьи на тот режим создания категорий. Для примера я буду публиковать свои новости по теме Adobe Muse. В сам урок вам вникать не нужно. Сейчас вы просто учитесь создавать статьи на Joomla. Значит, смотрите, я просто вписываю заголовок сюда. Вы можете вписывать вообще произвольный, пока учитесь. По заголовку. Заголовок не делайте слишком длинным, то есть прям вот, чтобы целым предложением. Заголовок должен быть коротким. Вашу тему должен раскрывать подзаголовок или описание, которое будет уже вот здесь в теле статьи, то есть вот здесь вот в белой области в редакторе. То есть здесь создается вся статья. Какой-то текст, картинки, видео и так далее. Вот в этой области. Альясы здесь автоматически тоже так же пропишутся. Ваша задача проследить, чтобы состояние было опубликовано, но по умолчанию в принципе опубликовано. Дальше, ниже вы выбираете категорию, которую мы создали. То есть к какой категории будет относиться данная статья. Ну, оставим видео. А дальше пока ничего не трогаем. Нам нужен текст для статьи и картинка. Пускаемся чуть ниже, кликаем на кнопку изображения. С компьютера. Ниже прокручиваем. Вот здесь есть ползунок. Прокручиваем ниже и выбрать файл. На компьютере я выбираю изображение и открыть. Здесь есть предупреждение, что загрузить файл максимум размера 10 мегабайт. Дальше, по этим настройкам, что вам нужно знать. Выравнивание можете в принципе сделать по центру. Выравнивание изображения. Адрес, уровень изображения не пишем. Описание заголовок тоже не пишем. Но в принципе описание можно записать. Это хорошо для SEO. Дальше нажимаем на синюю кнопку загрузить. Написано, что загрузка изображения успешно завершена. Сразу хочу сказать, ваши изображения не должны иметь русское название. Видите, у меня просто цифры 116. У вас система просто не пустит сюда загрузку. Еще один важный момент. Изображения лучше подготовить вам для ваших статей. Сделать их оптимизированными. Что это значит? Вы должны, наверное, владеть фотошопом или еще какой-то похожей программой. Вам нужно убавить изображение. Изображение больших размеров не нужно загружать на сайт. Сайт будет реально тяжелым. Дело в том, что наши хостинги, вообще российские, они плохо заточены под систему Joomla. И Joomla не блещет своей скоростью загрузки. То есть, сама Joomla нужно стараться сделать все так, чтобы наш сайт быстро грузился. Наверное, для вас не секрет, что медленная загрузка сайта плохо повлияет для вас. Пользователь не дождется, уйдет. И поисковые машины в последнее время очень плохо относятся к сайтам, которые долго грузятся. Поэтому я вас сразу тренирую, сразу вас предупреждаю. Изображение – это очень тяжелый фактор для сайта на Joomla. Но введите это в привычку, что изображение вам нужно уменьшать. То есть, если вы через Photoshop делаете, не делайте очень высокое качество. Разрешение, размер самого изображения зависит от вашего шаблона. То есть, насколько область, ширина области статей вам нужна. То есть, картинки. Потому что левую и правую сторону вашего сайта могут занимать и будут занимать модульные позиции, о которых мы с вами еще поговорим. Поэтому именно с размером изображения, то есть, сколько по ширине, по высоте изображения, вы определитесь позже, но сразу наматывайте это все дело на уз. То есть, само изображение лучше сохранять в среднем качестве, ну или не в максимальном, через Photoshop, если вы сохраняете. Так, смотрите, изображение мы загрузили. Кликаем по нему и вставить. Наше изображение вставилось. Вот о чем я сейчас говорил. Я вставил очень большое изображение. 1280 на 720, то есть, HD изображение. Если у вас такая же ситуация, заодно и потренируйте. Смотрите, я кликаю по изображению, и у нас появляются такие маркирочки. С зажатым шифтом на клавиатуре. Вы можете тянуть, зажать, то есть, левую кнопку мыши на ползунок, вот на этот белый квадратик, и утягивать ее вниз. И вы можете видеть, что рядом с мышкой показано, насколько вы уменьшаете ширину и высоту вашего изображения. Вот сейчас у меня немножко пропорции неправильно сохранились. Точнее, я извиняюсь, shift трогать не нужно. Вы просто тянете за крайний ползунок, размеры должны сохраниться. Shift, зажатый shift, он как раз меняет пропорции. Делать их не пропорциональными. Ну, оставим вот так. И за краешки я еще вот так убавлю. Мы сейчас с вами загрузили изображение. Еще важный момент по быстрой загрузке сайта. Сейчас вы просто тренируетесь. Я вам показал, как можно управлять уже загруженным изображением на вашем сайте. На загрузку влияет вот это тоже. Если вы изображение все будете подгонять под нужный размер в самой джумле. Не делайте этого. Вы лучше на фотошопе подготовьте нужный для вас размер, чтобы вот здесь им больше не играть. То есть изображение не увеличивать и не уменьшать. Вот это вот как раз уменьшение, оно тоже влияет на загрузку сайта. Я надеюсь, что это понятный момент. А дальше что мы делаем? Смотрите, у нас курсор мигает после изображения. Сейчас мы не будем сгаляться. Мы пока просто наполним одну статью. Я нажимаю Enter, чтобы вот так курсор мигал под нашим изображением. И нам нужно внести какой-то текст. Если вы копируете текст откуда-то с сайта, то текст, как правило, копируется вместе со стилями. Что такое стили? То есть CSS стили – это уже язык программирования. Вот смотрите, в данный момент у меня вставилась, то есть правая кнопка мыши, я вставил в статью текст от этого урока. В данный момент здесь как бы все нормально. Если вы копируете откуда-то с сайта, вот сейчас давайте попробуем. Я со своего сайта какой-то текст возьму, чтобы показать вам, как чистить нужно стили. Вот обратите внимание, буквы здесь почему больше? И они здесь, видите, не черного цвета, здесь более черные. Вот крайне не рекомендую вставлять с чужими стилями, вот так вот с копируем текст. У вас может просто поплыть дизайн, и вы не будете знать, из-за чего это происходит. Вы выделяете ваш текст, и вот здесь вот кнопка есть «Формат». Кликайте по ней, появляется список. И вот здесь в самом конце списка есть пункт «Отчистить форматирование». Видите, я кликнул, и мой текст приобрел мелкие буковки, как и вот эти вот. Здесь тоже нужно это сделать. Так и вот так. Смотрите, как еще можно почистить левые стили, если вы откуда-то копируете. Обычный блокнот Windows. Вы просто открываете блокнот Windows и просто вставляете сюда текст. Дело в том, что блокнот не поддерживает никакие CSS стили, и он автоматически чистит их. Вы просто вставляете сюда текст, а потом просто отсюда его копируете и вставляете на сайт. И он уже вставится без левых стилей. Вот такие вот нюансы. Дальше. Смотрите, как правило, на сайтах идут статьи блочной, такой версткой. Что это значит? То есть имеется анонс статьи, анонс, то есть начало статьи. Потом, как правило, статья разрывается. Это может быть кнопка подробнее, читать дальше и так далее. Если вам нужно вставить такое же здесь, здесь внизу есть кнопочка подробная. Сначала делайте так, чтобы курсор мигал в конце небольшого текста. Потом кликайте подробно. И сама кнопка подробнее будет у вас выглядеть в статье. Вот такой красной пунктирной рельнии. Она не будет на сайте так выглядеть. По-моему, там будет написано читать дальше. Мы еще к этому дойдем. Так что оставляем как есть. И после линии еще раз нажимаем Enter, чтобы с новой строки нужно вставить какой-то, то есть текст еще. Произвольный. Также вставлю текст. И если правой кнопкой мыши у вас не получается вот так вот вставить, вы можете просто Ctrl V, горячие клавиши на клавиатуре, и текст вставляется. И опять нужно очистить форматирование. Допустим, что это у меня просто какая-то целая статья. У нас с вами статья размещается в категории видео, но видео пока мы вставлять на сайт не будем. Здесь вообще с этим проблема. Здесь настолько все разработчики защитили, что лично я лечу эту проблему таким образом. Я устанавливаю отдельный специальный плагин, который позволяет вставлять в статьи сторонние коды. То есть, например, код PlayerSyoutube. Сейчас мы с вами просто создали обычную статью без наворотов. Имеется картинка, имеется дут текст. Пока вот здесь на этом все. Дальше, что можно внести еще. Мы разберем еще вот этот вот редактор. Далее более подробно, более детально рассмотрим в следующем уроке, чтобы не нагружать. Есть еще дополнительные вкладки. Вот честно скажу, самое важное здесь это вот мета. Description и Cavers. Все остальное можете, в принципе, не обращать внимания. Также изображение и ссылки. Также вообще не пользуюсь. То есть, для каких-то целей, может быть, это нужно. Вот эти настройки мы затронем позже. Скажу только, что есть глобальные настройки, аналогичные для всех статей. То есть, глобальные, значит, мы один раз изменим и ко всем статьям применится. Если нужно для определенной какой-то одной статьи что-то изменить. Например, смотрите, вот категория. Скрыть. То есть, категория не будет показана. Вот такого плана настройки. Мы еще к ним вернемся. Параметры редактирования. Также мы не будем смотреть. И права доступа здесь тоже не имеет значения. Насчет SEO. То есть, description к статье. Обязательно я вас очень прошу заполнять эти поля. Иначе вы вообще в индексе среди своих конкурентов будете на самом последнем месте в глазах Яндекса или Google. То есть, отображение вообще статей. Это все будет в следующих уроках. Сейчас мы просто учимся создавать статьи через админ панель. Смотрите, вы берете часть, например, из анонса текст. Небольшое предложение или пару. Копируете его. И description, это описание. Вы сюда просто его дублируете. Таким вот образом. Метод тег keywords. Говорят, что сейчас он не нужен. Поисковики на него не обращают внимания. В принципе, его заполнять уже не нужно. Но на 100% это досконально как бы неизвестно. Ключевые слова прописываются через запятую. То есть, главные какие-то ключевые слова из вашего текста данной статьи. Немного, например, от трех до пяти слов. Каждое слово разделяется запятой. Например, вот виджета. Я возьму слово отсюда. Ставлю запятую, пробел. И потом какое-то еще слово. То есть, вот таким вот образом это все делается. Да, и здесь еще есть такое понятие как метки. Здесь также можете из заголовка выбрать ключевые слова и записать. Здесь просто вставляете метку. Давайте я вам покажу виджеты. Например. Вставляете и Enter. Видите, как метка создается. Потом вам не придется каждый раз вписывать одинаковые метки, если они будут публиковаться в статье. Например, другие статьи будут использовать те же ключи. Они здесь в списке будут появляться. Вы просто их будете выбирать. Они будут подставляться. Метки это тоже некая такая произвольная SEO. Метки эти будут отображаться под статьей. По ним, например, можно кликнуть по метке виджеты. Раскроется весь список статей, где встречается данная метка. Понимаете? Тоже здесь 3, 5, не больше. 3, 5 меток. И также по меткам там можно сделать разграничение. То есть более такие уже глубокие настройки. Пока это рассматривать не будем. Здесь просто прописывайте еще метки. То есть это тоже важный момент. Лучше их здесь вставлять. Альяс, вы видите, у меня прописался, потому что я сохранял статью. Дальше. Что здесь еще важного? Сохранить, закрыть. Это все проходили. Сохранить копию. То есть копия этой статьи. В архив, закрыть. И все, в принципе, здесь. Сохраняем, закрываем. Вот у нас статья. Здесь еще есть такая звездочка. Это статус избранная. Позже тоже поговорим. По галочке в архив, в корзину можно сразу отправить. И такие же поля здесь в сортировке. В этом уроке будет домашнее задание для вас. Если вы вместе со мной создавали, у вас должно быть три категории. Для вас задание. В каждую категорию создайте хотя бы по одной статье. Вот такой простенькой статье, аналогично. Для закрепления информации. Это очень важно. Рекомендую это сделать. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова